Вообще не сговаривался, он сейчас слово в слово рассказал то, что было у меня. Я просто хотел поделиться этими же вещами, просто в двух словах. Жека вообще красавчик. Я так не готовился, как он, серьезно. Просто у меня как-то в сердце это все родилось, в принципе, то же самое сказать. О важности души, наверное, и о перегибе в супердуховности. То есть, наверное, Дима тему назвал маленькое тоже важно. А я, чтобы вы понимали, просто хочу как свое сердце в этом вопросе объяснить. Вот именно как раз на эти вещи и произошел полный переворот акцента. То есть получается как? Из-за того, что ты с детства верующий, но не один год ты был отступником. То есть я сейчас объясню. Когда ты пришел, покаялся и уверовал, это одно. И вот ты растешь в этом аквариуме. Извините за мою резкость. Меня за правду не любят очень много. Я выражаюсь иногда грубо, резко. Может быть, я палку перегну. Помните этот мультик? Извините, вот эти тролли. Такие они там все разноцветные. И у них там ты-ды-ды, обнимашки. А там был один такой серый. Вот посмотрите этот мультик. Он реально классный. И мне, просто я когда смотрел на этого серого, я понимал, это я. Это вот просто про меня сейчас. То есть он именно везде ожидал, но потому что у него опыт был пережитый. С троллями. То есть, но потом все его бункером воспользовались, насколько я помню. И мне кажется, что я вот этот вот серый тролль, который приносит какие-то такие контрастные ноты в эту всю цветную гамму. О чем я говорил. А, ну да. То есть, получается, смотрите, и ты растешь, как бы, вот ты просто, да, покаялся там всю свою жизнь. Ну, Бог тебя спас. И это как бы вообще одно мировоззрение. Когда ты покаялся, Бог тебя привел, и ты растешь в церкви. И все твое мышление, оно... Что там за звук такой? Дима, это ты там, что ли? Вообще, шум какой-то. Ты сейчас. Реальные спецэффекты. И ты как бы все твое мировоззрение, вот оно такое, вот то, о чем Женя говорил, оно очень оцерковленное. И, ну, это вообще один взгляд вещей. Это одна. Я не призываю там всех в отступничество уходить. Вы же только не подумайте ни в коем случае. Другой момент твоего мировоззрения совершенно меняется, когда ты там был, и по каким-либо причинам, ну, ты упал, ты отступил. И вот тут ты всю прелесть жизни вкусил, как этот младший блудный сын пошел, там все имущество расточил и так далее. И совершенно, ну, вообще не ожидая того, что ты когда-то можешь вернуться, потому что, честно сказать, чтобы назад вернулся отступник, ну, это вот только Бог. И так может сделать. Надо очень много ему встретиться по-настоящему с Богом, чтобы вернулся отступник. Ну, правда. То есть человек, который полностью разочаровался во всем, хлопнул громко дверью и сказал, пошли вы и ушел. Ну, чтобы так вот, чтобы вы понимали, это я такой человек был. То есть трудно такого человека чем-то удивить, ну, в плане умственного, интеллектуального, каким-то служением или чем-то еще. Такого человека может удивить только Бог. Настоящий, живой и реальный. И живая, реальная встреча с ним, собственно говоря, что и произошло. И третий момент мышления, это когда вот такой человек, Бог его возвращает. То есть ты был, ты отступил, это другое мышление. А третье, ты был, отступил и ты вернулся. Мой друг из Африки, Дима Грюковский, он рассказывает такую классную штуку. Говорит, у нас в Африке, говорит, знаете, какой самый опасный зверь? Он говорит, это не лев и не тигр и даже не слон, который считается король джунглей. Самый опасный зверь, это зверь, которого пытались убить, в которого стреляли. Но который выжил и вернулся, чтобы отомстить. Говорит, это самый опасный зверь. Я верю, что самый опасный христианин, это не тот, кто в церкви вырос. А тот, который был на грани, выжил. И он вернулся, чтобы, ну, у дьявола с ним свои счеты, просто у такого человека. О чем я? Возвращаясь к маленькому, тоже важно. Вот Дима сказал, тоже важно. А я бы перевернул это, ну, я сейчас своим сердцем просто с вами поделюсь. Я бы просто перевернул эти вещи вообще кардинально с ног на голову. Дело в том, что когда ты вот оттуда уже возвращаешься, и ты приходишь как младший сын к Богу, вообще, вот просто, знаете, как он пришел слугой. То есть самое большое, что я хотел, это спастись. Вот просто спастись, чтобы быть просто с Богом. Вот это самое большое счастье. И вот когда в таком момент Бог тебя возвращает, вот все, что ты когда-то считал незначимым и незначительным, становится самым важным. То есть я хочу перевернуть еще больше немножко, это все грубо поставить. Не просто это самое маленькое тоже важно, а это и есть самое важное. И, ну, поймете, я хочу, чтобы вы поняли мое сердце. И то, что ты когда-то считал самым важным, сегодня я считаю ничем. Есть вещи, услышьте меня, пожалуйста, правильно, которые я ценю намного больше, чем помазание. Например, такое слово, как честь, давно забытая в христианских кругах. Я ценю это больше, чем помазание. Жестко. Например, как доброта. Вы знаете, для меня доброта намного важнее всех сверхдуховных откровений. Сверх вот этой всей духовности. Вот этого всего помазания, всех ангелов, видений, всего вместе взятого. Мне намного проще общаться с человеком, если он добрый. Я буду с ним дружить. К чему я это говорю? Я не хочу сыпать яд, поймите меня правильно, но вот эти вот маленькие вещи, они и есть самые важные на самом деле. А тогда о чем вообще учит все это Писание? О чем тогда говорит Иисус? Я читаю сейчас, знаете, как другие линзы у тебя, вот эти религиозные упали. Ты понимаешь, да Библия просто учит нас быть людьми. Просто нормальными, добрыми, хорошими людьми. Который, да, придет в больницу, или там поможет, или что-то еще. Какие-то простые вещи. Иногда неверующим надо не проповедовать, а чай с ними попить. И там больше Бога будет. Чем сидеть ему по ушам ездить, или обличать вот эта тема. Вообще перерыл все местописания по поводу обличения. Вы знаете, в оригинале, а их нету. У вас переводы неправильные. Я серьезно. Я перерыл все эти местописания по поводу там, не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте. Там вообще этого нету. Там написано, живи так, чтобы твоя жизнь обличила ихние дела. Прикиньте. Там вообще нигде не написано, что ты имеешь права кого-то бегать и обличать. Это в моем сердце. Я так жестко сейчас столкнулся с одной темой. Я несколько дней не могу как в себя немножко прийти, знаете. Но я поделюсь этим. Можно? Но реально я не могу. Вот представьте, я моделирую ситуацию. Вот, например, мне что-то не понравилось в Диме. Вот предположим. Вот что там, там, короче, не так. Я иду, Женя, на него жалуюсь. Женя, ты, короче, Диму не допускай к служению. Уже ничего. Глаз своих нету. Или Бога нету. И прикиньте, вот эта тема, она живет в христианском среде. Это считается нормально. Пойти и кому-то, на кого-то настучать. Извините за мой французский. Я очень прямой человек, знаете, после того, как Бог меня вернул, я полюбил правду. И за это меня очень многие не любят. За то, что я могу сказать, не в бровь, а в глаз. Пусть меня потом сюда не выпустят. Но зато я сказал так, как оно есть. Те, кто любят правду, меня за это полюбят. Когда мы вообще, когда это уйдет вообще из церкви? Пойти на кого-нибудь за спиной, кому-то сказать. Слушайте, если мне парень не нравится, я пойду к нему и поговорю с ним. А если с ним проблема, у них есть свои глаза, свой святой дух. И он их все им объяснит и научит. Ну так или нет? Ну кто-нибудь с этим согласен? Или я только один такой прямолинейный человек? Чтобы люди перестали говорить друг на друга за спиной и вешать на друг друга ярлыки. Это хрень, она должна уйти из церкви. Это что-то нездоровое. И я не хочу с этим мириться. Вот и все. Я хочу, чтобы действительно Жека прав. Реально. Я хочу, чтобы доброта наценилась больше откровений. Чтобы слово «честь» оно что-то начало значить. Чтобы люди, которые в миру смотрели на христиан и начинали с ними дела иметь какие-то. Они шрахались. О, Господи, верующие строители, да Боже вас упаси. Они сделают в сто раз хуже, возьмут в два раза дороже и придется переделывать. Ну так или нет? Должна подняться честь, должна подняться какая-то человечность, подняться какая-то доброта. И на самом деле это и есть все самое главное. Помазание придет на это. Кто был такой Давид? Почитаешь его историю. Это просто был человек, который честный, честный. Он реально. Кто был такой? Почему Бог вообще Моисея полюбил? Да он рвал просто за свой народ. Реально. Он просто встал между Богом и человеком и сказал, Бог, ну не убивай их. И Бог его за это зауважал. Вот и все. Я верю, что просто вот эти ценности, они самые важные вообще. Служение, помазание, вот эта вся машина, что может быть ценнее человека? Вот это очень остро начинаешь понимать. Что человек это нерасходный материал для создания какой-то вот этой вот машины. Жека классную тему закинул. Где бы был Иисус, если бы он сейчас жил на земле? Знаете, в церкви бы его не было. Он был там бы, где он был всегда. С проститутками, с бандитами и с алкоголиками. Вот кто были бы его друзья. Это были бы неверующие люди. Мы бы его в церкви не нашли, потому что его там никогда не было. Всю свою земную жизнь он провел с обычными людьми. И им действительно было с ним интересно. И я верю, что вот эти ценности, ну, то есть Бог поднимает их, там, через внутреннее исцеление, через какие-то еще вещи. Вот обычную, действительно, вот этот огромный платье. Я не сговаривался с Женей, честно, у меня было это в сердце. Он просто, вот, это действительно Дух Святой повкладывал в сердца эти вещи. Что Бог просто меняет, знаете, как систему ценностей. Ну, на самом деле. То есть, это духовка, это замечание. Я за откровения, я за видения, я сам это все очень люблю. Но на самом деле, ну, как сказать, ну, это все становится пустота, если в этом нет любви. Это становится все очень пустым, если оно, оно, оно рано или поздно, просто, если душа не восполнена, оно станет пустым. Это превратится в очередную религию. И все. Действительно, через время ты смотришь, служителя, люди, которые вот в духовке вареные, действительно, поговорить не о чем. А хочется вот именно вот этого. Такое, знаете, простоты. Не уклоняться от простоты во Христе. Все. Аминь. Спасибо вам за внимание.